Я почему-то думал, что вот такой пивоварня, которая делает сидры, называется Сидерия. И меня это все устраивало всегда. Сидерия, я везде. Сидерия, 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 Сидерия. А потом узнал, на фестивале меня поправили, что это Сидерия. Причем девушка таким глазами у меня не Сидерия, а Сидерия. Я думаю, ебать кого-нибудь. Я проебал букву R, ебать. Я ее проебывал регулярно. Привет всем. Друзья, всем привет. С вами Саша Гендаль. И Гоша Грибс. И проект Первая варка пивоварни BR Brew. Нас давно не было с вами, а вас не было с нами. Мы находились в творческом загуле. Но мы планируем немного перезапустить наш проект. И начнем мы его с чего-то очень необычного. С того, что обещали никогда не пробовать. И того, что вы не увидите на нашем канале. А именно, мы немного расширили формат. И теперь пьем не только пиво, но еще и Сидеры. И медовухи. И все остальное. Но крепкий алкоголь пока не планируем. И водку. Да. Нет. Сегодня мы будем пить Сидеры. Сидеры Gravity Project. Из Санкт-Петербурга. Как вам идея? С чего начнем, Саша? С этого. А что это? ХЗ. Не знаю. Пока не вижу. О, что это такое? Heartless Beach. Как переводится? Бессердечная сука. Давай, расскажи, что там написано в бутылке. Что мы вообще пробуем. Ну нет, ты сначала по понюху скажешь, что-то там почувствовал. А потом уже расскажу, что у тебя есть там это на бутылке. Ну, один из ингредиентов прям сразу. Клубника какая. Ну, это по цвету. Яблока. Нет, яблока нет. Второй четко в запахе. Прям вот четкий прям. Четкий, четенько. Хмель? Прям мятой потащить так, что прям вот маму это не... А, я мяту не очень понимаю во всем. Ну, давай пробовать уже. Я нюхать уже устал. Я, честно говоря, вообще не разбираюсь в сидорах. Потому что этот напиток, если и пил, то какой-то промышленный. Либо у нас есть приятель, который сам делает домашний... У меня проблема с формами слов. Сидородел... Как называется падежи. Сидородел? Как это называется? Сидорист. Назовем его сидор. Сидор. И сидор. И сидор. Открыл, что как раз крафтовое, это то, что мне нравится очень сильно. Домашний со своими плюсами и минусами был неплох. Химозный точно нет. Давайте пробовать. Домашний хороший был. Да, особенно у шампанских дрожжах. Но не важно. Пробуем. Итак, с запахами мы определились, что мята и клубника-земляника я не очень сильно... Ну да, вот сейчас, когда мята немножко встала, мята успокоилась, больше земляники полезли. Вкусно. Он такой, знаешь, шипучий напиток. Напоминает чем-то... Чуть подвыдохшееся шампанское. Детское причем. Летенький такой. Буратино. Тут походить приятно. Кстати, по консистенции реально напиток напоминает газировку. Саян или еще что-то, но не по вкусу. По вкусу это ближе к сокам, компотам, вот так вот. Алкоголь совершенно не чувствуется. Я его не ощущаю. А по характеристикам, что здесь у нас на бутылке? Четыре с половиной алкоголя. Ну, четыре с половиной, это довольно-таки... Когда пиво пьешь, некоторый пивас, четыре с половиной градуса алкоголь, так может перейти, что прям ух... Ну, из десяти баллов. Твоя оценка какая, Саша? Прямо десяти? Ну, хочешь с пяти? Хочешь с пяти с градацией 0,25. Ну, три... Ну, если как в тапке. Давай. Ну, три двадцать пять, скорее всего. Я сравниваю его с топовым сидором, который я уже однажды пробовал, и которому поставил пять баллов. И этому я поставлю четыре. Четыре. Все говорят такое, какие-то какие-то женские напитки ищут. Вот это вот такой детский напиток. Да. 18+, дети не смотрят наш канал, я надеюсь, поэтому... Может, так сказать, напиток... Ты знаешь, такой... Это детско-женский напиток. То есть, такие... Женщины-дети его пить должны. Ну, как бы никому ничего, конечно, не должен. Такие, знаешь, двадцатилетние пиглицы, выглядящие на двенадцать. Я бы сказал пятнадцатилетние. Это запрещено, да, так-то, или вообще история? Думаю, что да. Не будем затягивать и переходим к следующему напитку. То есть, клубнику, либо землянику с мятой мы попробовали. Что будет дальше? Вот этот. Форс. Пять с половиной градусов. Ну что ж, ага, что спрятал? Ну, будешь угадывать, зачем это? Немного ли тайн в моей жизни? Самое то. Еще они, насколько я понимаю, сидору делятся на сухие, сладкие. Предыдущий какой был? Полусладкий, мне кажется. Если по градации вин, то он по вкусу был полусладкий. Не знаю, на сколько я попал, но мне так кажется. Ну, не подсказывай. А этот полусухой. Ну, он похож, смотри, он так похож прямо на шампанское. Вообще. На шампанское, ну... Хорошо ли видно или нет? Как будто мы пьем шампанское. Видишь, пузырьки выпрыгивают из бокала. На игре стоит видно, прямо такой. Запах не очень яркий, но приятный. Гораздо ярче, чем в прошлом. Да? Ну, вот у нас с тобой разные... Ну, и чем пахнет? Приятел. Лаймом, по-моему, пахнет. Так. Да? Да. Ну, я бы сказал, что яблоком. Ну, каким-то сортом там. Какой-то типа мельба может быть. Не-не, есть такие сорта, ты просто не пробовал. Ну, кроме лайма, еще чем пахнет? Я больше не готов еще сказать, чем это еще пахнет. Имбирем. Да? Да. Ну, может быть. Ну, пахнет, мне вот это нравится гораздо больше. Ну, как вы видите, в сидорах тоже не просто яблоки мы там сбродили, и вот, пожалуйста, вам напиток, да? И будет он градировать от того сухой, полусладкий, сладкий и от сорта яблок, или, может быть, добавок каких-то. Ну, видите, какой широкий диапазон для эксперимента, как и в пивоварении, в общем-то. Он может быть с имбирем, может быть с клубникой, может быть, да с чем угодно, я так подозревал. Я думаю, что кто-то додумается и даже с шоколадным сделает. Такой сидор сталк. Ну, давайте за ребят из Gravity Project, за вас. Ну, вот это мне нравится гораздо больше. Покислее. Ну, вот, а мне нравится, что прям покислее. Вот сейчас во вкусе имбир чувствуется, хотя запах я его не уловил. А кислинка, не знаю. То ли это кислинка этого напитка, он сброжен так, то ли это лайм дает. Интересно, какой процент вообще лайма в засыпи. Я не готов выражаться в терминах, с которыми я знаю. У него алкоголь больше. Ну, алкоголь не чувствуется. Пять с половиной алкоголя пьешь, как будто сок. Ну, под футболочку. Ага. Кстати, обратите внимание, очень модная стилистика этикеток бутылок. Они все такие, немножко в пикселях, немножко в Майнкрафт, немножко в 8-битные игрушки. из 90-х. Прям у меня в голове, когда вижу некоторые из этикеток, прям как будто бы взяли вот эта этикетка. Прям все. Хочется прыгнуть и собрать одни прыжком все клубнички. Какая траектория должна быть? Ну, вот это больше на лимонад похоже. Потому что я творю, видно, что мы набираемся потихоньку. Ну, такой лимонад со спиртом. Налили водочки немножко в лимонад. Я алкоголь вообще не ощущаю. А вот хорошее сухое вино, ну, может быть, полусухое, это не брюд, прям совсем, но напоминает прям очень. Игристое вино я имел в виду. Ну, прикольно мне, да. Вот это мне нравится как раз добавить. Да, из пяти баллов что ты поставишь? А он мне чуть меньше нравится, кстати, потому что я, видимо, сладкое люблю. Я ему поставлю 3.75. Ну, я поставлю 3.75. Ах ты ж. А это мне 3.25, а это 3.75. На самом деле полбава больше. А не только так спасать. Давайте следующее, да. Что это такое? Пока меня совсем не развезло. С сухим охмелением. Наконец-то. Почему? Он, наконец-то. Я, например, думаю, что для этих напитков думаю, что для этих напитков охмеления это не самое, как бы, интересное, что с ними можно сделать. Я бы обыгрывал все-таки ароматами. Ну, пускай имбирь, пускай лайм, пускай ягоды какие-то, но... Все становится лучше с блютусом. Давай. А вас тут наливать будешь? Несен. Немножко темнее, чем предыдущий, и пенка более стойкая, и пузырьки поднимаются более лениво. О! Какой богатый аромат. Что, бутылочки прям? Прям очень прям. Так, 4,5 градуса я вижу. Ну, не знаю, из бутылки совсем другой. Слушай, ну, наверное, есть, наверное, есть охмеление какое-то. Ну, бутылки как-то ананас, изначально прям мозаика поперла, а потом... А сейчас тут уже... Ну, а сколько это прошло? Секунд там? Секунд 10, наверное. Но с запахом яблочного сока, или там, может, не яблочного, но с запахом сока хмеля вообще это очень интересно дает букет. Хмель третьим прям. Откровенно говоря, вот не в обиду ребятам было сказано, запах не может... Можно на комплексную яму? Запах был не у меня. Хмель третьим. Хмель третьим. Честно, да. Пахнет, как у меня, если я вдруг не собираю яблоки, и они уже гниют на... Прям наглухо сгнили на траве, и лежат такими скуксившимися коричневыми комочками, и между этих комочков бегом собакам... Как будто кто-то жонглирует тремя прям ароматами. Итак, итак, хорошо, хорошо, плохо, хорошо, хорошо, плохо. Нет, нет, это три. Яблоко, это ананас и хмель. И вот они по очереди, где-то вот наверху каждая оказывается, вот, и вот так же они тут вылезают, потому что из бутылки сначала был прям хмель-хмель, потом это были прям яблоки, а сейчас ананас, а сейчас вот опять яблоки начались. Как-то интересно. А я складываю все три запаха, у меня немножко компостной ямой пахнет. Ну, это мои суждения, не обессудьте. Ну, надеюсь на вкус, потому что бывает так, что по вкусу лучше. По вкусу вот этот вот, если за скобки кислину вытащить, убрать, тут больше похоже на пиво, такое прям графтовое, ну, какое-то легкое там, что-то, какая-то такая опашка на минималках. Я тебе скажу, знаешь, только перегазированное из кислоты. Тут ничего общего нет, просто к тому, чтобы понять вот этот напиток. Мне он кажется наиболее близким, не знаю, не знаю, сейчас вот есть такое или нет, промышленный пивовар в свое время, где-то в 2000-х годах, в начале, по-моему, в середине, было очень распространено всякие рец, по-моему, было пиво. То есть, ты покупаешь типа пиво, оно слабенькое и плюс там еще, я даже не знаю, отдушками они это выводили или туда что-то действительно добавляли, какой-нибудь там со вкусом клубники. И вот сейчас у меня как-то возвращение вот в эту историю все было, как будто ты действительно пьешь вот это слабоалкогольное пиво с какой-то с яблоком, допустим. Пиво с яблоком. С добавлением яблочного сока. Но я бы не назвал это пивом, потому что из этих трех оно больше всего похоже на пиво, но все равно это не пиво. Очень интересно. Букет запаха мне не нравится, а по вкусу меня вполне устраивает вкус этого сидора, потому что устраивает. Все неплохо. Вот я бы его сидел и пил, но нюхать не могу. Прям запах очень мне неприятен. Нагоний запах. Отлично. Сколько людей столько мнений. Только за запах я им поставлю 3,5 из пятибалльной шкалы оценок я им поставлю 3,5 и то только за запах. Если оценивать чистый вкус, может быть 4,25. зачем я его опять понюхал. Я близок к земле и прям компостная яма мне... Это твоя земля. Ребят, ну не знаю. Мы все сказали, я оценку не поставил. Вот этому бы я четверку поставил. То есть прям по восходящей. А у меня кстати нисходящая. Да. нехорошо. Ну, что есть, то есть. Вот это вот еще... Я вот таким себе представляю какое-то детское шампанское скорее. Нет, детское шампанское было... Вот первое, первое было клубничное. И тут сейчас вот дрожжи пошли такие. Причем дрожжи такие очень вкусные и ароматные. Саш, я знаешь, сколько детских шампанских надегустировалось? У меня двое детей, я с ними тоже прибухиваю иногда и их напитки. Не знаю. Нет, мы таким не промышляем. Ну, чё, может, тебе по-другому пахнет? Очень прикольно, с жирафиком вот это вот шампанское детское. Ну, нет, у тебя так же пахнет. Прямо вот оно пахнет сейчас вот реально какой-то, не знаю, как каким-то мармеладом, или конфетами. Дрожжи больше такие. А, и вот тоже хочется заметить... Это, в общем, дрожжи и ананас. Подожди, подожди, погоди. А, у тебя от рук лайма пахло, всё забирай. Я думаю, откуда, откуда, что взялось. Три, четвёртый сорт, на котором я просто настоял, чтобы он был последним, потому что, если вдруг меня расстроят первые три, то гарантированно, по крайней мере, то, что я пробовал из Кеги, меня очень понравилось, меня воодушевило. Это грейпфруктовый сидр. Ну, во-первых, он сладкий. Это мне понравилось. Он единственный, то есть у нас был, смотри, полусладкий, полусухой, дальше полусладкий, и дальше два полусладких, полусухой и сладкий. То есть, вот такой вот. Во-вторых, мы его пили. На фестивале Крандепот. Тоже на природе, как сейчас на природе. Да. На улице. Open Air. Это было клёво. Вот. Розмарин. Тимьяна нет. Шутки за 300. По мне, это топовый. О-о-о-о. Топовый севератый пивоварник. Тут с ним с этим всё понятно. Обалденная пеная шапка. Гоша до этого такой, знаешь, ну это такое, это что-то мне нравится, это не нравится. А тут уже такая обалденная сразу такая обалденная пеная шапка. Я просто, на самом деле, после фестиваля очень ждал возможности попробовать ещё раз, потому что за время фестиваля я его дважды попробовал. Просто я был в шоке от того, насколько он хорош. Ну, такой, тут Гриппуд, по-моему, везде. В цвете, в запахе. Ну, и что там? Розмарин. И во вкусе. Розмарин, кстати, неплохо, скорее всего. Оттеняет всё. Оттеняет всё. Потому что он не даёт тебе вот этот цитрусом прям в нос, а даёт такой букет. Немножечко травы. Идёт. Ну, то есть цитрус такой, не химический прям, не такой, как вот. Есть такие палаточки, где для вас, особенно это на юге часто распространено, но бывает и вот у нас под Москвой тоже встречаются места, где ты подходишь, а там всякие цитрусовые, тебе выжимают как это, фреш, да? Угу. Наверное. И прям мух, он по вкусу напоминает вот этот вот фреш. Ты пьёшь просто, да, он прикольный натуральный сок. И о градусах вообще не задумываешься, но 5 градусов. Я их тогда не нашёл на фестивале, когда впервые пробовал этот сидр, и сейчас их тоже не чувствую. Я прям... Ну, это прям 4,5. И ты думаешь такой, ну, может быть, стоило бы сделать его покислее, а потом пробуешь, думаешь, да нет, всё, баланс. Всё вообще отлично. Опять же, мы не знаем, как это всё готовится, кухню внутреннюю, всё. Но... Я знаю. Ну, отлично. Я же спросил. Ты пьёшь отличный сок. Просто очень вкусный сок, в котором там сластинка, может быть, она добавлена, может, нет, но всё в балансе. Цвет, запах, цвет, запах, вкус, всё в балансе. Я прям пятёрку подтверждаю, которая была на фестивале. Я вот из сидоров лучшего не пил. Это прям мой идеал. Всё, завязано. Ребят, в общем, эпилог вышесказанного и вышевыпятого. Всем рекомендуем попробовать Gravity Project CidRario. Вот это прям, это коронная пятёрочка в моём личном... А, кстати, ты, Саша, так и не сказал, сколько... 4,5, я сказал. 4,5, тоже самый высокий баланс, который ты вот этому и всё, по-моему, поставил 4,5. 4,5, да, вот это неплохо. Ну, всё. Пожалуй, как-то так. С вами были Саша Генрих и Гуша Грибс. Проект Первая Варка Пиварни VR Brew. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, колокольчики, ну, вы всё знаете. Всем пока. Пока. Редактор субтитров Корректор А.